Здравствуйте, уважаемые подписчики ПАК «Наш Челябинск». Меня зовут Ангелина, и сегодня мы обсуждаем животрепещущую тему, а именно, что делать с этой абсолютно невыносимой жарой. И с нами сегодня главный внештатный специалист по медицинской профилактике Управления здравоохранения администрации города Челябинска Дмитрий Прокопьев. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Итак, у меня первый вопрос. На прошедшей неделе вообще были ли зарегистрированы какие-нибудь случаи смерти от жары? Случаев смерти от жары зарегистрировано не было, но случаи оказания неотложной помощи жителям нашего города были, причем как и взрослым, так и детям. А вообще вот жара – это плохо? Ну, в том смысле, что это опаснее, чем мороз? Сравнивать такие понятия, как мороз и жара, наверное, не очень корректно, потому что разбег очень большой, человек вообще существо такое, которое привыкает ко всему. Но для нашего климата, для тех, кто долгое время проживает на территории Южного Урала, несмотря на то, что он южный, такая погода действительно аномальна. И прежде всего мы говорим о том, что как переохлаждение, так и переутомление в связи с повышенной температурой окружающей среды – это стресс для организма. А любой стресс – это повод для организма ответить гиперреактивно. И вот этого мы и боимся. А вот гиперреакция, какая она может быть? Ну, во-первых, конечно же, такая температура повышенная, высокая, да, очень плохо отражается на людях с хроническими неинфекционными заболеваниями. Например, самая распространенная – это артериальная гипертония. К сожалению, высокая температура – это нагрузка на сердце, потому что организм вынужден больше потеть. В организме остается натрий и калий, который задерживает воду. И у людей, и так, у которых все плохо с сердцем и сосудами, повышенная нагрузка. И, к сожалению, в такую погоду мы чаще регистрируем так называемые гипертонические кризы и обращения с сердечно-сосудистыми катастрофами – это инсульты и инфаркты. Поэтому, пользуясь случаем, я всем гипертоникам рекомендую обратиться к лечащему врачу и провести коррекцию своей терапии. Ну и ни в коем случае не пропускать вашу терапию, то есть не пропускать прием таблеток. Потому что для вас, ровно так же, как для беременных женщин, для маленьких детей, для людей, у которых заболевание бронхолигочной системы, вот, к сожалению, такая погода, она опасна. Ага, такая погода опасна. Ну вот у нас она уже держится, эта жара две недели, получается, не спадает. Если первую неделю еще можно было, ну, как-то выживали, то вторую это просто уже становится невыносимо. Очень тяжело спать, просыпаться, ты встаешь, жара, ложишься, жара. Да. Соответственно, если эта аномальная жара будет продолжаться, что вообще делать? У вас есть какие-то вопросы? Да, есть, конечно же, пару лайфхаков, которые не то чтобы... Ну, давайте будем говорить так, облегчат вашу жизнь в этих условиях. Ну, во-первых, откорректируйте свое питание. Питание в эту погоду должно быть легким. Стараемся больше употреблять продуктов растительных, это овощи, фрукты, слава богу, они сейчас есть, они доступны. Мы исключаем жареное, соленое, острое, горькое, категорически исключаем алкоголь, потому что алкоголь в нагрузку к и так спазмированным сосудам как раз-таки приводит к тем самым срежь сосудистым катастрофам. У нас вот жители Челябинской области, сейчас особенно когда пляжи открыты, очень есть такая традиция у многих, это прийти на пляж, открыть бутылочку и в такую жару... К сожалению. Ну да. К сожалению, да. То есть что происходит? Алкоголь, он не греет, он наоборот сужает сосуды, а это повышает нагрузку на сердце и увеличивает кровяное давление. Поэтому это чревато, кроме того, как мы выстроили свой рацион, конечно же, питьевой режим. Носите с собой воду, причем эта вода должна быть комнатной температуры, не обязательно холодная, ни в коем случае не послащенные напитки, то есть там не газированные сладкие, да. Это что-то простое, комнатная температура, это может быть морс, это может быть чай, это может быть просто вода с лимоном. И помните еще один факт, что в жару мы потеем, а когда мы потеем, мы теряем драгоценные соли и микроэлементы, да. Поэтому вот здесь нам на помощь придут морсы, компоты, минералки и так далее, что поможет восстановить вот наш внутренний водный баланс. Ну и такие распространенные для всех, вы все их знаете, просто нужно напомнить, да, мы носим одежду из натуральных тканей, мы носим там светлые тона по возможности, мы не выходим на улицу с 11 до 3, мы стараемся избегать физической нагрузки в это время. Для маленьких детей, да для всех вообще, мы носим головной убор, старайтесь его мочить. Кстати, мне очень нравится, очень нравится такой лайфхак от восточных женщин. У восточных женщин так и называется японский платок. Женщины в Японии мочат шейный платок, то есть они носят с собой обычный шелковый платочек, который смачивают водой из бутылки, которая всегда у них при них. Это здорово, потому что на шее у нас находятся рефлекторные зоны, платочек испаряется, вам становится легче, плюс здесь проходят крупные магистральные сосуды, да, и здорово, он высох, снова намочили, повязали на шею. Женщины, пользуйтесь, да. А что делать мужчине? Мужчинам чаще умываться, принимать холодный душ ровно так же, как и женщинам. А если нет возможности принять душ, значит, мы моем руки по локоть, умываем лицо и ноги по щиколотку, именно там находятся все рефлекторные зоны, которые помогут нам справиться с этой жарой. Избегайте, пожалуйста, езды в общественном транспорте, ну, хотя бы в маршрутных такси, да, то есть хотя бы если в автобусах, в трамваях есть хоть какая-то система вентиляции, да, там все равно больше места, если есть возможность выйти на остановку раньше, сделайте это. Если есть возможность пройтись пешком по тенистой улице, сделайте это. Ну, в общем, простые элементарные правила, которые позволят вам оставаться в здравом уме, да, и в трезвой памяти, что называется. А сами пользуетесь этими советами? Ну, вот я ношу вещи, хоть не светлые, но это лен хлопок. У меня всегда с собой бутылка с водой. Я ее наполняю при всех возможных кулерах, когда это вижу. Я стараюсь как можно чаще принимать душ, и все свои физические нагрузки я перенес, конечно же, на поздний вечер. Это тоже помогает мне справиться с этой жарой. Все ясно, хорошо. И вот как раз-таки в тему об утонувших, о том невероятном количестве утонувших за прошедшую неделю, вот это все-таки связано с жарой же? Ну, конечно, да, да. То есть как человеку, когда вот он отдыхает на пляже, как обезопасить себя? Из-за чего чаще всего происходит такая ситуация? Еще раз, конечно же, в лидерах это алкогольное опьянение. Это первая причина, которая позволяет нам говорить о том, что, к сожалению, вот тот самый распространенный миф о том, что сейчас вот, в общем, накачу, простите за сленг, да, и станет прохладней, он, к сожалению, у нас распространен. Да. Вторая причина, это, конечно же, прыжки в воду. Дело в том, что при прыжках в воду, особенно когда люди не умеют это делать или делают это не на трезвую голову, человек имеет свойство приземляться на шею, на шейно-воротниковый отдел. А это ведет к переломам основания черепа, либо к другим травмам, к сожалению, несовместимым с жизнью. Даже если это не приводит к переломам основания черепа или к перелому позвоночника, это человек при ударе об воду, а это очень сильный удар, он теряет сознание. И, к сожалению, вот эти вот драгоценные секунды, когда он потерял сознание и находятся под водой, не позволяют ему выжить, скажем так. Ну и третья распространенная, на мой взгляд, самая ужасная причина из всех озвученных, они все ужасны, конечно, но это дети, которые остаются без присмотра. Мы, к сожалению, наблюдаем этот факт, что у нас тонут дети. Уважаемые родители, ваши дети должны находиться всегда на ваших глазах. Запомните две вещи. Первое. Ребенок, который играет в безопасности, всегда кричит, общается, он никогда не молчит. Если вы не слышите своего ребенка, значит, что-то происходит неладное. И второй, ну такой маленький секрет. К сожалению, дети из-за своих физиологических особенностей не могут задерживать дыхание. Они пытаются его, наоборот, как можно больше ухватить воздух ртом. А, естественно, под водой это сделать невозможно. Более того, ребенок пытается оттолкнуться от воды, но делает это он в воде. Соответственно, он себя топит еще больше. И вот эти физиологические, поведенческие особенности детей, ну, если честно, это 30 секунд. Вот это максимум, когда ребенка можно спасти. То есть иногда, и мы часто это слышим, к сожалению, да, что папа или мама говорит, да он вот был, да. И вот я отвернулась, повернулась, уже нет. Поверьте, этого достаточно. Поэтому всегда при присмотре на трезвую голову, я имею в виду родителей, да, ребенок, там, в панаме, в пижаме с прикрытой головой играет на мелководье. Вы его слышите и вы его контролируете. Вот это, наверное, ну, как минимум уменьшит риски вот того, чего мы, к сожалению, видим сейчас в новостных сводках. Дмитрий, большое спасибо вам за такое небольшое интервью. Надеюсь, ваши советы помогут обезопасить наших подписчиков, помогут справиться с этой просто невероятной жарой. А мы желаем, чтобы стало хоть немножко попрохладнее. Дорогие подписчики, пишите ваше мнение в комментариях. Еще раз спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, терпение нам, скоро эта жара кончится. Да, до скорой встречи, спасибо. Пока-пока.